Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль ВАЗ-2110 2004 года выпуска двигатель 1.5 16-клапанный, механика передний привод пробег на автомобиле по спидометру 185 тысяч километров побежала помпа системы охлаждения открываю капот снимаю кожух снимаю подушку снимаю приводной ремень добираемся, в общем, до помпы да, конечно тут все печально грязно откручиваю верхнюю крышку конечно же, гуды, как бы их не ругали конечно же, гуды, как бы их не ругали за их частые поломки но тем не менее машина простая в ремонте ну что нас здесь нас здесь ждет сюрприз ремень то ли какой-то подхватывает то ли что во-первых, ремень слабоват стал он подгорел и у него вот они следы поэтому ремень, наверное, тоже надо будет заменить в прошлый раз, когда оборвал ремень менял ремень говорила давайте сразу заменим помпу ну вот, теперь меняем помпу вот какую-то грязь на ремень накатала и по всей длине я сниму посмотрю сам ремень-то живой поднимаю автомобиль снимаю колесо и снимаю шкив коленвала поднял автомобиль колесо снял бампера тут нет ослабляют эту гайку гайка на 13 без бампера здесь впереди легко подобраться так это надо сверху делать и теперь кручу вот этот болт этот болт головка на 10 гибким удлинителем отпускаю натяжитель болт ослабил вот на сколько он выкрутился теперь можно внизу гайку нижнего крепления генератора ослабляем и генератор у нас освобожден а вот теперь откручиваю шкив коленвала головка на 17 я откручу пистолетом ну и снимаю шкив вот так вот здесь сзаду вперед течет антифриз откручиваю нижнюю крышку и после этого уже выставляю метки грм все крышку открутил на ней два болта всего ну а теперь опускаю выставляю метки нажавил обратно болт снизу на коленвал и за него прокручиваю двигатель вот до этих меток у нас вот метка отлив вот зарубка также здесь у нас вот метка отлив вот зарубка и я еще сделаю сделаю сейчас маркером помечу и сам ремень и шкивы потом ремень накину уже по старым меткам так ну снизу у нас на коленвале тоже вот она . а вот точка и зарубка там зарубка правда побита все от зарубки только одно напоминание осталось ослабляю гайку натяжного ролика но перед этим возьму маркер маркером помечу и шкив помечу и ремешок с торца помечу и так же на коленвале ослабляю гайку гайка на 17 все ролик ослаблен скидываю ремень с помпы и так же Вот я две метки на распредвалах сделал и третью метку на коленвале сделал. А вот откуда и грязь накатала с ролика. Поднесло откуда-то и на ремень накатало, притом это не сам ролик пострадал, это на ролик накатано. Вот сейчас срежу. Спрошу все-таки Хозяина, может быть заменим ролики и ремень, может быть в этот раз. Решаться, потому что что это такое на ролике непонятно. Ну что, откручиваем шкивы, держу их ключом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Вот такой удобно фиксирующий инструмент. КОНЕЦ Для чего снимать шкивы, нужно открутить и снять вот эту крышку, пластиковую кожу, так как он у нас закрывает подход к помпе. Откручиваем мы снизу вот здесь один болт, нижняя точка, все болтики М6. На этой стороне возле шкива помпы еще один болт. Вот тут у нас возле опорного ролика берем еще один болт, под каждым валом распределительным у нас еще по болту с одной и с другой стороны. И центральный верхний, надеюсь, что это все, если нет, будем смотреть, да, совершенно верно. Здесь проводка на хомуте, сейчас хомутик откушу. Все, крышку можно снять. А помпа у нас держит три болтика, головка на 10, болты М6. Болты я снял, антифриз я не сливал. Там остатки его остались, буду ловить их уже в тазик. Беру молоток и придерживаю помпу по шкиву. По шкиву немножко надаю. Антифриз побежал. Пусть потихонечку стекает. Пусть потихонечку стекает. Болтаться не болтаться, шуметь не шумит. Прокладка удачно снялась, только кусочек обломился. Сейчас его срежу, почищу посадочной. Кусочек прокладки я убрал, подчистил немножко, протер. Беру новую помпу. Новую помпу возьму АТшную. Номер по АТ идёт АТ-2112-1307010. Помпа идёт с дюралевой крючаткой. Вот такая дюралевая перчатка. И идёт прокладка паранитовая, не пробковая, а паранитовая. Это хорошо. Но я прокладку ещё немножко герметиком смажу. Чем это удобно. Потом даже снимать, когда с герметиком удобнее её снять. Намазал. Прокладку с двух сторон сразу установил по отверстиям, она немножко смещена. Устанавливаем таким образом, что вот это ухо для крепления у нас смотрит на кузов. Лучiot. Ну а будем Inc. И затягиваем болты. Болты я на помпе затянул. Ставлю на место крышку. Здесь сальник на герметик садили. Он не подтекает. Трогать я его не трогаю. Ставлю крышку. Наживляю и перекручиваю. Крышку я затянул. Ставлю на место шкивы. Сейчас только наживляю, а затяну уже, когда ремень установлю. Ремень и ролики оставляем старые. Ролик я почистил. Это не ролик накатало. Это вкатало грязь. Откуда она здесь взялась. Остается только доказываться по состоянию автомобиля. Почистил. И ставлю на место. Так же ставлю натяжной ролик. И накидываю ремень по своим меткам. Вот так. Легко. Шипы. И замороз. И замороз. И замороз. Немного. Управляю. Свои метки здесь накинул, а теперь его увожу вниз и накидываю на коленвал. Здесь метка, здесь метка, внизу метка. Сейчас натягиваю ролик и проверяем. Так, ремень натянул. Вот эту грязь с ремней я уже чистить не буду. Пусть ходит, сколько отходит. Эти я сейчас подтяну, болты на распредвале. Вот у нас соответствие метки и соответствие метки. И здесь тоже, как я метку свою поставил, так по метке и сделал. Беру, затягиваю болты. Один. Крючок. Один. Крючок. Крючок. И второй. Все. Так, болты затянул, ролики затянул. Поднимаю автомобиль, откручиваю болт шкива, ставлю крышку и прикручиваю шкив. Крючок. Крючок. Ишлю. Ихлю. Конец. Прикручиваю крышку, нижнюю крышку я прикрутил. Откручиваю болт, ставлю шкив и перекручиваю болт. По хорошему его надо садить на резьбовой герметик. Одеваю ремень на генератор. И натягиваю в той же последовательности, как и ослаблял его. Затягиваю гайку. Хорошо бампера нет, все можно снизу сделать. И затягиваю эту гайку. Вот и все, снизу у нас установлено и затянуто. Опускаю автомобиль и доделываю сверху. И заключительный штрих к портрету. Закрываю крышку. Барни. 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 крышку я затянул антифриз заливаю и запускаю на этом замену помпы на двигателе я закончил всего вам доброго